Кто бы мог подумать, что российский хоррор мог хорошо выстрельнуть. Хотя, с другой стороны, оно неудивительно, ведь хоррор основан на славянском фольклоре. Что может быть лучше взять сказочных персонажей и животных из русских народных сказок, добавить немного магии и перенести это всё на современность? Из этого всего компота получается отечественная новелла «Зайчик» или же «Тяни Бани». Добрых тебе кошмаров, с тобой, как всегда, Павел Князич. И здесь мы все собрались для того, чтобы узнать потаённые места этой новеллы. Скрытый смысл всей этой истории и много всего другого, на что многие не обращают внимания. Секрет успеха «Зайчика» также можно списать и на харизматичных персонажей, так, например, «Лисичка». По сути, самый популярный перс, по которому и узнают «Зайчика». Лиса Алиса жизнь весело сделала не только у Антона, но и у всех остальных. И если мы будем говорить про «Зайчика», то первым делом, конечно же, вспомним «Лису». Но никак не Антона и не тем более кого-то другого. Полину, Олю, Катю, Семёна. Да даже того «Козла», которого все называют хозяином леса. Ведь поскольку он здесь главный, именно «Козёл» является виновником всех произошедших событий. Но всё равно особое место отводится «Лисе». Наверное, потому что она вызывает у нас неоднозначное настроение. Вроде как ты ей доверяешь, считаешь её своим другом. С другой стороны, она может оказаться гнусным предателем. Ведь так сразу и не скажешь, что у этой плутовки на уме. С одной стороны, она делится с нами конфетами, вызволяет нас из передряги. С другой же, она в эту передрягу нас и втягивает. Чего же таинственная незнакомка от нас хочет? Да и незнакомка её назвать точно так просто нельзя. Ведь мы вроде как её знаем, а вроде как и нет. Именно этим она нас и притягивает. Так и хочется узнать, кто же скрывается под маской. И мы можем! У меня уже есть отдельное видео, где я рассматриваю личность Алисы, потому что уже есть куча теорий и мнений о том, что Алисы вообще не существует. Алиса это Полина, Алиса это Катя, Алиса это Антон, Алиса это Семён, Иванов, Петров, Сидоров. Алиса это всё! Алиса это даже ты! И даже я! Но это уже называется шизофрения. Ну ладно, главное, что хотел сказать, это то, что Алиса не глюк. И в прошлом видео я об этом и говорю. Об этом свидетельствует и маска кролика, которая неожиданно появилась в рюкзаке Антона. Об этом говорит и Оля, которая точно так же описала Алису, как она выглядит на самом деле. И как в таком случае возможен один глюк на двоих. Хотя есть некоторые моменты, которые говорят об обратном. Например, неожиданное появление Алисы, когда слепого Антона под руки водили хулиганы, дабы привезти его обратно домой. Неожиданно появляется лисичка, которая уже его ведёт под руку. И вот эта магия вне Хогвартса как раз говорит о том, что Алисы-то и не существует. Но хотя мы видим как-то больше фактов именно в сторону того, что она есть. Но с этим, думаю, разобрались. Если Алиса существует, то кто же она? Является ли она девочкой из школы? Может она из соседнего посёлка, хотя какой соседний посёлок? Тут кругом один лес. Ясное дело, что это не живая здоровая лиса, разодевшаяся в шубу, сапожки. Глаза уж у неё очень человеческие. Да и в начале игры отмечается, что это всего лишь маска. Хотя в какие-то моменты у Антона наступает чувство, что это вовсе и не маска, а настоящее лицо. Ну или морда. И вместе с глюканами Антона глючить начинает и нас. Так, например, неожиданный зевок. Видать, маску в Японии делали, раз уж такая многофункциональная. А вот в рассказе «Зайчик» лиса вообще выглядит как живая, как в принципе и остальные звери. Ведь при первом знакомстве со всей этой бандой, когда Антон видит ночью их танцующим под своим окном, и на зов совы выходит к ним, он не понимает, кто это. Антон никак не мог сообразить, как же устроены их костюмы, как крепятся к лицам маски. Не уверен был даже, дети они или нет. То они казались маленькими, его рост, а то вытягивались выше любого взрослого. Именно такое описание животных даёт нам рассказ. В игре же мы чётко видим, что это человек. В рассказе Антона сразу принимают за своего. И лисе даже не нужно было его подкарауливать по дороге в школу. Его позвали, он вышел. В то время как в игре у нас завязывается с плутовкой разговор. Но даже немножечко нелогичный. Что-то вроде вот этого. И даже в ходе диалога мы не знаем личность лисы. Девка оказалась до такой степени скрытной личностью, что даёт нам право назвать себя как-нибудь. А лисой? Это её не настоящее имя. В рассказе же лисе никакого имени не дают. Как в принципе и остальным животным. Лиса здесь вообще никак не выделяется. Она находится вровень с другими животными. Да просто нужно знать, что все они в рассказе долбанутые. И ещё один немаловажный факт. Они людоеды. Ведь в этих местах пропатают дети. А потом они оказываются на трапезе этой животной банды. В качестве главного блюда. То есть они похищают детей и жрут их. Если в рассказе об этом прямо сказано, то в игре как-то намекают на то, что это именно вот эта тусовочка крадёт детей. Но сама игра ещё не доведена до конца. И поэтому всё ещё у нас впереди. Одно мы знаем точно. А лиса одна из них. Я же говорила, хозяин. Это наш зайчик. Но зачем они всё это делают? Почему нужно обязательно напялить маски, создать банду маньяков, крадущих детей, чтобы потом их жрать? Зачем всё это? Во что же ввязался Антон? И что вообще происходит в этих местах? Если хорошечно покопаться, то можно узнать, почему происходит это всё именно в этом месте, именно в это время, и почему жрут именно детей. А все ответы можно найти в обычной считалочке. Раз, два, прилети, сова! Три, четыре, пять. Время поиграть. Шесть, да, шесть. Дыбом волчья шерсть. Семь, восемь. Бьём копытом озим. Зайчик, выходи скорей! Мясом накорми зверей! Её нам рассказывает как Полина, так и Алиса. Но только у Алисы есть некое продолжение, о котором уже не говорит Полина. Бедный зайчик прыгает! Возле мокрых сосен Страшно в лапы волку Серому попасть Думает о лете Прижимает уши На небо коситься Небо не видать! Зачем же зайчику ждать именно лето? Потому что действия истории Разворачиваются зимой. И получается так, что зайчик должен дождаться лета, чтобы весь этот зимний ужас прекратился С пожиранием человеческой плоти. Кое-что интересное можно найти и в рассказе Полины, когда она уже объясняет всю суть этой считалочки. Тут в тайге раньше племена жили разные. Юношу отводили в лес, и он должен был три ночи провести там охотясь. До утра юноша бился в судорогах и повторял эту считалочку. Только вот шаман сказал, что он и так был мертв. И мертвыми губами шептал считалочку. И тут происходит отвал башки. Я надеюсь, ты сейчас не стоя смотришь видео, поэтому если ты стоишь, то уши сядь. Потому что сейчас будет такая мозговыносящая теория, которая просто взрывает мозги. Член племени приходит мертвым домой. Действия истории происходят зимой. Зимой мертвецы живы, потому что летом они не разлагаются. Но несмотря на зимний холод, нужна все-таки какая-то подпитка. Дополнительная энергия. В виде человеческого мяса. И, пожалуйста, все сходится. Животные это делают, потому что они мертвы. В рассказе также есть одна деталь, которая указывает на это. Когда настает очередь Антона принести угощение, а он его не приносит, он видит уже потрепанных животных. Облезлую лису, полумертвого волка, елеходящего медведя. Видишь, что с нами стало, зайчик? Сказала птица, едва ворочая клювом. Но это ничего. Мы уйдем, но будет зима, и мы вернемся. И опять зима. Выходит так, что после зимы они уходят на покой, зимой они вновь восстают, и каждый из них должен принести угощение, свою плату, свой дар. Ибо таким образом они смогут выжить вместе и насладиться минутами жизни, даже после смерти. Означает ли это то, что Алиса, которую мы увидим в игре, это живой труп? Меня вот напрягает ее голос. Это ведь не тот голос, который должен был слышаться из-под маски. Он какой-то более звонкий. Кажется, что кто-то параллельно говорит вместе с ней. Такое чувство, как будто говорят две Алисы одновременно, а не одна. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит. А может быть маска реально японская. Но под ней мы, возможно, увидим разлагающееся лицо девочки. А может быть таким образом они просто скрывают личность. Маньяк не хочет, чтобы его поймали. Но ведь Алиса в игре не совсем похожа на маньяка. Это я тебя так просто отпустила. Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками и вцепятся. Клеща меня оторвешь. В самом деле, ведь рядом никого не было. Почему бы ей просто сейчас не вырубить Антона и не утащить в лес? Как очередное угощение. Или она искала нового сообщника. Ведь в рассказе те животные тоже его не похитили. Они каким-то образом узнали в нем своего. Что самое интересное, Антон живой, а не мертвый. Зачем же их банде нужен какой-то зайчик? Вспомним считалочку. Ведь в ней есть практически все животные, которые появляются в рассказе и скорее появятся дальше в игре. Некоторых уже мы видели. И вот они. Раз, два, прилети, сова. Шесть, да, шесть. Дыбом волчья шерсть. Семь, восемь. Бьем копытом озимь. Для медведя, для лисы. Зайчик кушать принеси. Хотя по сюжету здесь должна быть еще некая птица, которой в считалочке нет. Я больше скажу, считалочки и в рассказе нет. И связаны с ней легенды, которую рассказывает Полина. Но есть зайчик. Именно его не хватает для полного состава банды. А что с птицей? А я не знаю. Возможно, в игре птица не играет никакой роли. Рифма в считалочке не придумана. Да и вообще, у нас есть сова. Этот лес мал для двух птиц. Да ладно, не ори. В окне даже вроде две птицы видны. Но зайчика-то нет. Поэтому девка в маске лисы вполне может оказаться одной из убийц. А Антона она не грохнула. Ибо узнала в нем того самого зайчика. Ведь особенность Антона отмечает не только ведь Алиса, но и Полина. Я догадывалась, что ты не такой, как все. Может потому, что кругом гребаны колхозы, поэтому школьники это сплошное быдло. А может это как раз из-за принадлежности Антона к бабке. Тайга особое место детятка. Она к тебе присматривается, принюхивается. Словно хочет понять, что ты за зверь такой. У нее есть некие знания о тайге. Словно чувствует то настроение и тех существ, которые там живут. Она рассказывает нам о тайге. Те же знания есть и у деда Полины, только он побольше нам рассказывает. По легенде, именно в нашей деревне приключилась эта страшная сказка. Вот, к примеру, по имени насылали хвори и даже смерть. А ведь не просто так, что бабка Антона, что дед Полины знают о местных легендах. Не просто так взялась поговорка бабки «Мертвое к мертвому, живое к живому». Ее Антон как мантру повторяет, когда пугается. Но, по словам дедуськи, здесь действительно превзошла какая-то страшная сказка. И, видимо, сейчас она вновь повторяется. Пропадают дети. Наступает трапеза «Мертвецов». И все это возглавляет один здоровый козел. Не исключено, что именно он воскрешает своих сообщников. Каждую зиму. На его темные некроманские способности также отсылает и кассета. Не просто же так она начинается именно с могил. Да и то, что сам козел является главным хозяином леса, может отсылать к тому, известному образу дьявола. И поэтому Алиса и остальные животные могут оказаться мертвецами, которым ежегодно козел дает разгуляться по белому свету. Какие у тебя мысли на этот счет? Как думаешь, кто же может скрываться под маской Алисы? Может быть, та девочка, которая пропала давным-давно? Показанная на кассете. Напиши свои мысли по этому поводу в комментариях. Что ты вообще об этом всем думаешь? Ну и не забывай подписываться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князичева ВКонтакте тоже подписывайся. Ссылка в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись ему себя на странице. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok